АПЛОДИСМЕНТЫ Для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который наставлял бы их на путь истины, даже если они не собирались идти по этому пути. Вазиль Искандер. Вот представим, что знаменитое изречение Ницше падающего толкни стало бы государственным законом. Скольких непадающих толкали бы? Он же не падал, почему-то его толкнул. А мне показалось, что он падает. Марксизм в сущности и есть Ницшеанство только без его поэзии. В роли сверхчеловека выступает диктатор. Его главный лозунг – вокруг нас враждебное окружение. Мы должны толкнуть их. И толкали как могли. В результате развалились сами, причем без всякого внешнего толчка. АПЛОДИСМЕНТЫ Лариса Новосельцева. Лариса Новосельцева. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз, два, три. Работает? Сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня столько слышим мудрых слов от Фазиля Абдуловича. Столько сегодняшних слов. Вот то, что сейчас вы прочли, это просто вот на такой вот злоб дня, что вот уже зле не придумаешь. Это значит, что это настоящий мудрец, настоящий писатель, чьи слова вечны. Вообще, я хочу тут присоединиться ко всем, кто выразил глубочайшее уважение и благодарность Фазилю Абдуловичу. И хочу поклониться Абхазии за такой этап русской литературе, России, вообще всему миру. Спасибо вам за Фазилия Искандера. Спасибо вам огромное, Абхазия. Фазилия Искандер — это счастье и свет. Это вот человек, который умудрился прорубить как-то толщу жизни, вот прорубить какое-то вот такое окно, что ли, через которое к нам хлынуло счастье и свет. Вот возьмем любое произведение, откроем любую страницу, и сразу становится как-то вот тепло, какая-то внутренняя улыбка, да, от того, какая полнота жизни на нас льется, просто хлещет с его страниц. Полнота и доброта жизни. Еще вот одну хочу сказать вещь, мне кажется, почему он писал вот эту сагу о Чегеме. Ну, конечно, потому что это родная земля, конечно, он хотел воспеть Абхазию, но мне кажется, еще и потому, что в этом селении, вот в этом далеком, в небольшом таком горном месте сохранились те основы жизни, те вот главные опоры, о которых он все время говорит, к совесть, благородство, достоинство, честь, что вот там люди еще живут по этим понятиям. И он нам вот это преподнес, как образец, как бы образец для нас, вот которые уже в больших городах забыли, наверное, об этих вот опорах и основах, и уже другие какие-то принципы руководят. Ну, мы сейчас споем стихотворение Фасилия Искандера. Стихотворение Моцарта и Сальери. На самом деле, конечно, стихи Фасилия Абдуловича столь же велики и потрясающи, как его проза, но так почему-то получилось, что проза известнее. Ну, мы будем деть стихи. Фасилия Абдуловича В руке у Моцарта сужается бокал, как узкое лицо с Алиери. Вино отравлено, об этом Моцарт знал, но думал об иной потере. Вино отравлено, чему же Моцарт ждал, на узкое лицо не глядя, в слезах раскаяния и вдребезги бокал. Сальери бросится на объятия. Вино отравлено, печаль и ничего, распахнутые в звезды двери. Взгляд не Сальери прячет от него, но Моцарт прячет от Сальери. Вино отравлено, а Моцарт медленно ждал, но не пронсила горькая услада Раскапянья, рыдающий хорал. Тогда тем более выпить надо. Все конченым, неотвратим финал. Теперь смешит он скорбный час приблизить, Чуть запрокинувшись, он осошел бокал, Чтобы собрата взглядом не унизить. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ